Здравствуйте, друзья! Это Русская община, с вами Андрей Ткачук. И я хотел бы рассказать вам о том, как прошла наша миссия в Запорожье. Хотел в первую очередь поблагодарить всех вас, кто скидывался деньгами, присылал нам свои пожертвования. Мы собрали, пусть не очень большую сумму, но нам помогли меценаты, добавили денег, мы смогли нанять автомобиль. Это был целый микроавтобус с водителем, что стоит достаточно недешево, чтобы проехать от Москвы через Ростов, Мариуполь, Мелитополь, да, через Бердянск мы ехали. Дорога туда-обратно, в общей сложности мы наездили где-то примерно 4000 километров. Из Москвы мы выехали вместе с Кириллом Макеевым, подобрали его и отправились вместе с нашими еще волонтерами по пути в Ростов. В Ростове к нам присоединился Рома Жиган, и все вместе мы уже из Ростова на следующий день выехали, выдвинулись в сторону границы. На самом деле поездка была очень впечатлительная, впечатляющая, которая давала много эмоций, особенно тем, кто поехал туда впервые. Кирилл Макеев, в частности, рассказывал свои эмоции по ходу, делился ими, конечно, произвело на него очень большое впечатление, и хочется поехать снова. Ну что, концерты прошли на ура. Хотелось бы, конечно, больше этих концертов дать, больше мест посетить, но понимаете, там идет спецоперация, там ситуация очень тревожная. И вот видите, сейчас как раз идет наступление на Херсон. Уже тогда все было тревожно, когда мы там были. Мы видели людей из Херсона, мы видели военных, которые на Запорожье воюют и в Херсоне. Мы встречались там, нам повезло, встретились там с Сашей Малькевичем, это член общественной палаты Российской Федерации, которая там активно налаживает работу средств массовой информации. Пообщались с местными жителями, с волонтерами. В общем, это огромное количество впечатлений. Ну и хотелось сказать, что мы поехали, еще повезли с собой гуманитарку. Благодаря Екатерине Марковой, нашей Кате, которая гром-женщина, скажем так, уже снабдила половину, наверное, всех войск разными видами помощи. И квадрокоптерами, и ночными прицелами с ночным видением, и броники, каски. Нет, наверное, ни одного такого предмета, который бы она не передавала на фронт. Ну и, соответственно, мы взяли у нее несколько квадрокоптеров, взяли наборы тактической медицины, взяли рюкзаки для военных медиков, которые очень хорошо ходят в всякие медикаменты, и отправились туда. И сейчас давайте еще немножко по порядку. Вот мы выдвинулись, и посмотрите, сначала мы вышли из ростовской гостиницы, в которой мы переночевали, и перед тем, как поехать, направились в самый крупный собор в центре Ростова, кафедральный собор, для того, чтобы помолиться, заказать молебен за удачу в пути. Поставили свечки святым, и, собственно, переговорили перед отъездом с Ромой Жиганом и с Кириллом Макеевым, о том, что их толкает на то, чтобы поехать туда и выступить перед нашими бойцами и перед местными жителями. Смотрите по порядку. Ну, начнем с того, что поддержка сейчас необходима. Молодые ребята идут на фронт. Я выступал сейчас в Омске, где находится 16 тысяч мобилизованных пацанов. Это все молодые ребята, это 18-20 лет. Поэтому пацанов немножечко поддержать нужно морально, чтобы они понимали, что про них никто не забывает, что мы всегда о них помним, чтобы они понимали, что мы едем в самые такие тяжелые места выступать с концертами, чтобы поддержать их именно духовно. Это очень важно. Я считаю, что если этого не делать, тогда грошится на нашим словам, которые мы говорим в наших песнях. Нужно обязательно поддерживать, нужно обязательно выступать, нужно обязательно быть рядышком с ними в это нелегкое для нашей страны время. Я слишком врос в этот корабль. Я уже часть этого мира, русского мира. Поэтому как, если не я, со своим творчеством, то есть это получается, да, все это пустые слова. Поэтому я еду поддерживать не войну, еду поддерживать пацанов, которым сейчас очень тяжело. Потому что, почему не войну? Потому что я считаю, что мы действительно один народ, нас травили. Ну, это лично мое мнение. Поэтому как-то так. С Богом, с Богом. Я думаю, здесь на все воля Божья. Только так, только с Богом. Нет никакого смысла говорить о братском, когда мы всегда на протяжении всего времени, с 14-го года говорим, нет братским воинам, а они кричат москаляку на геляку. О каком братском мы можем после этого говорить? Когда они просто убивают там все русское, что начиная там, не знаю, со школы, там, с начальных классов, там, все, не учить русский язык, кончая там, в Донецке говорите на мове. На какой мове? В Донецке всегда говорили на русском языке. Вы спросите любого дончанина или кого-то, спросите любого слуганщины человека, на каком языке всю свою жизнь они говорят. Они говорят на русском языке. У них это, ну, собрались просто вырвать с корнем. Не получится. Никогда. Никому. Ни за что. Ребята, мы с вами. С Богом. И так интересно, как мы проезжали границу. Слава Богу, администрация военно-гражданская Запорожья выписала нам специальный пропуск. Мы проехали достаточно хорошо. Так как сейчас новые территории уже включены в состав России, то таможни там уже нет. Но пограничники работают. Я считаю, что правильно делают, потому что дальше-то нет никакой границы. Чтобы не допустить проникновения различных деструктивных элементов и откровенных террористов, граница должна быть на самом деле сейчас в том месте, в котором она и была, для того, чтобы проверять людей. Но мы прошли достаточно быстро, благодаря тому, что у нас был спецпропуск и благодаря тому, что было понятно, какая наша миссия. И, собственно, к нам особо не придирались. Хотя смотрели на самом деле с пристрастием. Дальше мы поехали. Мы стремились попасть как можно быстрее в Мелитополь. Но и, естественно, по пути проезжали Мариуполь. И в Мариуполе, конечно, немножко остановились посмотреть. Мы-то уже ездили туда в июне месяце, когда отвозили гуманитарную помощь, собранную вами. И вы помните наш предыдущий отчет. Для нас уже это не было шоком. Увидеть Мариуполь в том виде, в котором он находится. И, кстати, после июня месяца там уже произошли серьезные изменения. Уже там мусор основной убрали, улицы расчистили. И даже кое-где свет появился. Но впечатление от того, во что был превращен некогда цветущий полумиллионный город, жемчужина, значит, побережье, русская жемчужина, во что он был превращен вот этой хунтой, вот этими вот силами зла, скажем так, да, это, конечно, надо видеть. Ну так мы проезжали Мариуполь, вышли здесь посмотреть, как дела. Но на самом деле, можно сказать, что вот все уже у нас здесь отстраивается. Город растет, город живет. Мы едем дальше, едем в Мелитополь. Здесь большие, огромные строительные площадки. Ребят, это очень сильно впечатлило. Так что двигаемся дальше. Дальше у нас впереди еще концерт, сразу в ЗАЭС едем, на атомную станцию. Потом у нас на Покров концерт в самом Мелитополе, потом поедем в Луганск. Так что нам еще предстоит длинная дорога. Убегу туда, где ружь жива, где шепот трав, где русская дорога. Мне там набраться сил немного, где земля зверей. Там маковки церквей, там чувствуешь во всем творение Бога. Там колокола излечат несмиренную душу, природа успокоит сердце, Чтобы благодать шумом не разрушилась. Продолжаем наш рассказ. В Мариуполе мы проехали и добрались мы наконец-то до Мелитополя. Уже приехали туда вечером. Не стали уже сразу ехать куда-то еще. Остановились, переночевали, познакомились с представителями местной администрации. Все было очень интересно. На самом деле по пути было много эмоций. Были еще какие-то небольшие остановки. Все старались запечатлеть все, что они увидели. Ну и на следующий день утром мы отправились в Энергодар. Нам дали местный микроавтобус. Нам дали охрану вооруженную. В общем, все было так. Достаточно на уровне. За что благодарность администрации, военно-гражданской администрации Запорожья. А также всем мужикам, которые нас сопровождали, с нами работали и помогали нам с контактами. Юристу, в частности. Большой привет. В общем, мы поехали в Энергодар. И вот посмотрите, какая была дорога. Это, конечно, впечатляет. Особенно интересно увидеть вот эти все огромные энергоблоки. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Вот как мы ехали. И посмотрите, какой концерт дали ребята. И там интервью еще перед концертом с Ромой Джиганом. Мысли, что, простые. Делаем то, что должны и будь, что будет. Настрой боевой. Устали, конечно, потому что в 5 утра проснулись. А сегодня это первое выступление. Потом еще концерт полноценный будет в Мелитополе. Устали сильно. Но понимаем, ради чего мы это делаем. И понимаем, почему мы это делаем. И если пацаны сегодня услышат в наших песнях тот смысл, который мы закладывали, ту истину, тот моральный настрой, подрыв, то мы, значит, делаем это не зря. Не зря. Совсем не зря. Потому что это не первый концерт для военных. Я вижу, как им необходимо наше участие вот на таких мероприятиях. А после обнимем всех, обнимем по-братски крепко. Помолимся и пожелаем ребят всего самого наилучшего. А главное, вернуться домой целыми и невредимыми. И главное, с победой. Русские веку, ой, скажу, Русские веку. Славь и ваш Русский дух. Русские веку. Послушай меня, сын ты русский, гордись этим. Придет время, и тебя будут слушать эти. Ты должен воспитать их, сохранить бы детям. Каким бы ни был жильный дух в русском селе. Встань, народ, как встань. Очнись, как встали. И бей врага не рай. Ты в голову сманай. Встань, народ, как встань. Очнись, как встали. И бей врага не рай. Ты в голову сманай. Пока там идет запись, ваше впечатление от концерта? Концерт прошел на ура, на самом деле, песни патриотические. Заряжают духом, оптимизмом. И в целом, в целом, очень шикарный концерт. Приезжайте еще, привозите еще концерт? Конечно, конечно, приезжайте. По-любому надо ребят поддерживать. Ну, еще несколько слов. Мы заезжали в местный госпиталь. Нам не разрешили его снимать. Ну, из соображения безопасности. Ну, может быть, и не только. Я вам так скажу. Госпиталь Мелитополя. Обнять и плакать. Это просто слезы. Это там был какой-то детский санаторий заброшенный. И вот его отдали военным. Те, как смогли, сейчас там проводку протянули. Воду подключили и рады. Но то, в каких условиях находится этот госпиталь, это за гранью, честно вам скажу. Там, конечно, не крупный госпиталь. Там не делают каких-то операций. Он такой перевалочный госпиталь. Когда они собирают из желтой зоны людей, сортируют самых тяжелых, отправляют. Сразу в серьезные госпитали, где серьезное оборудование. А легких здесь долечивают. Но то, в каких они условиях долечиваются, это, честно говоря, условия, так сказать, мягко говоря, нечеловеческие. А военные врачи, которые там работают, они настоящие герои. Они в таких условиях работают. И столько ребят вытаскивают, знаете. Вот таким людям надо памятники ставить. Вот тем, кто там на месте, вот этим медикам военным. Честно говоря, низкий поклон. Ну и, конечно же, наша миссия была не только в концертах. Мы передавали, как я уже вначале сказал, передавали квадрокоптеры. Вот ребята, которые их получили, высказали нам благодарность. И особенно благодарность мы получили от разведосов, так сказать, да, от разведчиков, от наших. От лица участников специальной военной операции, от 71-го макросвитового полка разведывательного подразделения, хочу выразить особую благодарность Екатерине Марковой и Русской общине за весомый вклад в помощь в нашу победу. Они примчались со своих позиций, как только узнали, что есть возможность получить БПЛА. Вот они-то четко знают, для чего это надо. И чего это стоит, каких жизней. Что вот каждый БПЛА, это десятки спасенных жизней наших солдат. Огромное, огромное спасибо, низкий поклон всем благотворителям, которые накачали Екатерину Маркову вот этим всем оборудованием. Саму Катю мы благодарим за то, что она передала через нас это оборудование. И там реально мы спасли прям конкретные жизни. Там был и беспилотник с прибором ночного видения. Кстати, ребята, которые у нас его забрали, сразу же в тот же вечер поехали его уже испытывать. В тот же вечер. И уже прислали, ну правда дневные кадры, уже прислали нам первое видео с тех беспилотников, которые мы передали. Это дорогого стоит. Ну и впечатление, конечно, наших музыкантов, наших певцов. Я бы хотел сказать, что песня Кирилла Макеева «Русские идут». Бойся, вылетут, русские идут. Знай наш русский дух, русские идут. Ну это хит. Это хит не только всей спецоперации. Это должно стать сегодняшним гимном России, скажем так. Гимном нашей миссии российской. Я специально сейчас поставлю еще раз полностью вот этот клип. Ну даже не клип, а запись, которую я сделал прямо на концерте. Где живые эмоции, живые настоящие люди, где ничего не сделано по режиссуре. А все сделано от души, от сердца. Посмотрите, как работает Ром Кожиган. Посмотрите, как работает Кирилл Макеев. Как приветствует их зал. Ну и послушайте сам ритм, саму песню. Я считаю, Кирилл Макеев сделал просто шедевр. Вот его надо крутить по центральным каналам. Вот это надо показывать во всех СМИ. Поехали, русские идут. Звукорежиссер погромче прям. Прям жизни дайте. Звукорежиссер погромче прям. Русский, корнись этим. Придет время и тебя будут слушать дети. Ты должен воспитать их, сохранив идею. Каким бы ни был сильный, тут луку с тобой сильнее. Пока медведь спал, много воды и тепло. И заполонили ручь ради жирных кошек. Бизнесменом, музыкантом, блогером нелегко. Только чуть приждало, ведь уже далеко. Остались только русские, 40-40. Кого же нам боятся братья, когда с нами Бог? За родненькую, бабушку, встанем все горой. Русские идут, на нашей стороне добро. Если полюбили мы, то любим до конца. Русский боец, сын своего отца. Нам придают силы, нерукотворный спас. Николай чудотворец и Богородица. Все, кого не стало, вспомним и помянет. Хватит вражды, оснись, здесь мы славяне. Одинок, одна земля, одна свобода. Мы дети одного народа. Больца рыбенитрус, русские идут. Знай наш, русский идут. Русские идут. Больца рыбенитрус, русские идут. Знай наш, русский идут. Русские идут. Собак над вас меч держит гнязь. С дружинной своей молять. Чтоб кровь здесь больше не лилась Бога, лишь боясь, склонив колено Схватка тянет время И он боится, кто врага Снезать из пледа, хозяин, здесь мороз Столько недругов унес до весны Выручена снова, в ответ уходит двора Станцы выведут из затвора Схивники своей земли сыны Они твудержат монастыри Имя твое Богом наличенное Светлое, великое, могучее Несомненно, ты Россия Родное здесь все Голокола и пусы, грязь мечи Под вечер грусти пропитана Додрожь, Русью Ой, сказали Русские ледов Знает наш Русские ледов Ой, сказали Русские ледов Знает наш Русские ледов Русские ледов Знает наш Русские ледов Русские ледов Знает наш Русские ледов Знает наш Русские ледов Русские ледов Знает наш Русские ледов Русские, друг, русские идут! Минута по шуму! Родики, ради вас, Господи, удачи вам. Ребят, мы еще раз приедем, еще не раз. Удачи вам, обязательно. Всего самого наилучшего. Любим, ценим, уважаем. Ради, Господи, удачи. С Богом. Спасибо. Спасибо. Расшаривайте это видео, показывайте своим друзьям, знакомым, родственникам. Приглашайте людей в русскую общину. У нас еще будут миссии. Мы еще будем показывать и новые творческие успехи наших реальных патриотов. Мы будем показывать наши поездки. Мы еще будем ходить и поднимать, ездить, поднимать боевой дух всех людей, которые на наших новых территориях находятся. И еще которые к нам присоединятся территории в будущем. Я в этом уверен. Вот такая была наша миссия. Миссия очень интересная. Вступайте в русскую общину. Следите за новостями. Мы еще много о чем расскажем. У нас будут еще интересные новости.